Святослава Рихтер Но в игре Рихтера была не только страсть. В его музыке таилась загадка. Странное смирение, смешанное с болью и страданиями. Но почему он так мучился? Что стояло за этим? Личная драма? Она могла любить очень многих, но так, как Рихтера, не могла. Семейная трагедия? Жизнь была ужасная, конечно, потому что отец был репрессирован, мать ушла с немцами, он не мог с ней открыто общаться. Одиночество? Он был полностью удален от людей. Или его мучения были своего рода расплатой за успех? Я видела, как ему целуют руки, но он отергивал руки. Что скрывалось за гениальностью Святослава Рихтера? Когда дверь стороны Рихтера, одна сторона была этот фантастически энергичный и мощный артист. С другой стороны, он мог бы быть в состоянии полной депрессии. Это было очень-очень странно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот такие руки. Большая рука. И рука сильного мужчины. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Он играл с невероятной силой, но начинал неизменно с тишиной. Пауза длиной в 30 секунд перед началом концерта, не больше и не меньше, была своего рода талисманом Рихтера. Тогда дальше все шло как по маслу. Но однажды в Италии он сосчитал не до 30, а до 27. И концерт получился неудачным. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Его называют по-разному. Всякие народы все время говорят об одном и том же, но говорят о каком-то на самом деле энергетическом сгустке, который поступает через какие-то специальные рецепторы, гению. У остальных это закрыто. Поэтому люди воспринимают искусство на первом уровне. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А вот это другая линия развития. Это высшее знание. Оно не подвергается логическому анализу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вообще неудачных концертов в жизни Рихтера было по пальцам пересчитать. И первый такой случился в Вене в 1963 году. Тогда выступление легендарного советского пианиста обернулось полным фиаско. Зрители, которые разобрали билеты за полгода до концерта, были явно разочарованы. Знаменитый музыкант сбивался, играл как ученик. В его технике не было и следа от той самой фирменной рихтеровской страсти. Только потом выяснится, что в тот день, всего за несколько минут до начала концерта, Святослав Рихтер узнал о смерти своей матери. Причем узнал из уст человека, которого ненавидел всей душой. В жизни Рихтера была семейная трагедия, но пианист никому не рассказывал о ней. Мать Рихтера, Анна Москалева, была русской дворянкой. Отец Теофил Данилович, сыном немецкого колониста. Он закончил Венскую консерваторию. Своего первенца Рихтер старший учил музыки едва ли не с самого рождения. Когда Святославу было 6 лет, семья переехала в Одессу. До начала Великой Отечественной войны семья здесь, на этом месте как раз и проживала. Дом потом был снесен. И вот на этом месте как раз можно говорить о том, как здесь именно звучал рояль И Теофил Даниловича. Помимо того, что звучал орган в кирхе его. И здесь же занимался Светик. Ну, естественно, что учиться он не очень хотел, поскольку он не очень любил занятия. Отец его практически не занимался образованием, потому что классическое образование Теофил Даниловича Рихтера не подходило молодому музыканту. И говорил о том, что не мешай, пусть сделает то, что он хочет. Рихтер учил все сам и только то, что нравилось ему лично. Рихтер – это человек, который как подлинный гений отбрасывает огромное количество ненужных вещей и понятий. Помните, он говорит, я не люблю и не понимаю цифр. Я их не помню. Он говорит, я не помню своего адреса. То есть я знаю, как найти то, где я живу. Но я не знаю, какой это номер дома и какой номер квартиры. Я затрудняюсь. Он потом говорит, я не люблю воспоминаний. Я ненавижу, вот прям так говорит, школу. Он ненавидит школу не потому, что он ненавидит школу, а потому, что он гений. А школа для среднего типа. Понимаете, ему не нужно было играть гамма-этюдов. Он начал сразу с Ноктюрна Шопена. Но в конце 30-х годов жизнь молодого музыканта резко изменилась. В мире назревала война. В Одессе стали закрывать немецкие школы. Начались массовые аресты так называемых немецких шпионов. Семья Рихтера жила в постоянном страхе. Святославу на тот момент было 22 года. Его должны были призвать в армию. По сути, никакого будущего в Одессе у него уже не было. И Рихтер решил уехать в Москву. Это было для него единственным шансом выжить. Правда, уезжая, он даже не подозревал, что отца он уже не увидит. О семье, в полном понимании этого слова, у Святослава Рихтера больше уже не будет никогда. Хотя это не значит, что он был одинок. 50 лет Рихтер прожил в гражданском браке с оперной певицей Ниной Дерляк. Их семья была не совсем обычной. До конца своих дней они называли друг друга только на «вы». И у каждого в общей квартире была своя половина. Это пространство двух квартир. Трудно сейчас сказать, где они там соединялись. Но ничего не ломали. Просто не поставили эту стенку между квартирами. Ее нет. Она могла быть, может быть, вот здесь. Или здесь стенка. Ну, отношения там, можно сказать, и простые, и сложные. Ведь Святослав Теофилович был, с одной стороны, иногда бывал замкнутым очень человеком. А с другой стороны, он был иногда очень открытым, очень внимательным и очень дружелюбным человеком. Он очень, очень многообразным. И поэтому, вероятно, поэтому у них и было две квартиры спаренных. Потому что, ну конечно, надо было иногда бывать одному. На половине у Нины Дерляк всегда было громко, шумно. К ней приходили ее ученики и друзья. Вот кухня. И две комнаты. Как бы личные такие, личное пространство Нины Львовной. Причем не совсем личное, потому что она была профессором консерватории. Она преподавала вокал, и к ней сюда ходили студенты. Он будет ворковать всю ночь. С восторгом сердцем, всем сердцем. На половине Святослава Риктора жизнь была куда более закрытой и загадочной. Он мог часами, а иногда и днями репетировать, полностью отгородившись от внешнего мира. Он вел книгу, в которой подсчитывал количество часов своих занятий. Он считал, что среднее количество должно быть пять часов в день. И если он сегодня позанимался три часа, то завтра он должен был позаниматься уже семь, чтобы вернуть вчерашний недобор. Ну и в конце концов у него долг доходил иногда до сотни часов. Поэтому бывали такие, и не раз я был свидетелем этому, бывали такие дни, когда он занимался действительно с утра до ночи, только с перерывом на завтрак, обед и ужин. Дерлек пережила мужа всего на один год. Друзья говорят, пианист очень уважал и любил свою жену. Она до конца дней оберегала его. Однажды в Италии он меня вызвал в Италию. Он вернулся из Японии совершенно убитый. Уехал сам без Нины, и она даже не знала, что он уехал. Он был в очень плохом состоянии. Ну, через день уже было лучше. И она, в конце концов, узнала, где он находится, и она прилетела в Ниццу из Мюнхена, и потом на автобусе. Это очень неергонично. Ей было уже 90 лет. И потом она со своими чемоданами, в общем, на автобусе, и потом пешком до гостиницы, где был Рихтер. Но в его жизни была еще одна женщина. Еще одна загадка в судьбе Рихтера. Мы расскажем об этом позже. Не любить Светика это было нельзя. Летом 1937 года Святослав Рихтер поступил в Московскую консерваторию, вопреки всем правилам. Ведь у него не было обязательного для поступления музыкального образования. Когда он играл на вступительном экзамене, произошло невероятное. Это звучало настолько ярко, что знаменитый пианист, профессор Московской консерватории Игумнов, он упал со стула. Потому что это был такой натиск, это было настолько здорово, это настолько было впечатляюще, артистично, что все поняли, что перед ними гениальный музыкант. Ведущий педагог консерватории и русский немец Генрих Нейгаус сразу разглядел в Рихтере талант от Бога. Это просто чудо, сказал он о пианисте, и вопреки всем правилам взял его на свой курс сразу после первого прослушивания. Правда, предупредил, осенью сдашь все экзамены, необходимые для поступления в консерваторию. Но, приехав в Москву, юный Рихтер пустился во все тяжкие. Вместо того, чтобы заниматься музыкой, он царил деньгами, которые ему одолжили в Одессе на учебу. Водил друзей в кино, в кафе. А когда через месяц деньги закончились, он просто вернулся домой. Рихтера восстановили в консерватории из-за его таланта, но потом еще пару раз отчисляли. Он прогуливал экзамены и не сдавал зачеты. Диплом об окончании Московской консерватории Рихтер получит только через 10 лет после поступления. Его взяли в консерваторию, он поучился у Нейгауза, уже ясно, что гений, а предметов не сдал. Вы послушайте, вот эти предметы, да их же любой самый средний, самый обыкновенный музыкант, любой хоровик-дирижер, любой композитор, любой теоретик, любой самый захудалый скрипач из провинции все эти предметы сдает. Ну, худо-бедно. Рихтер не мог. Неужели он был глупее? Опыт показывает, что он не был ни глупее, ни умнее. Он парадоксов друг. Он гений. Неизвестно, что же больше мешало Рихтеру в учебе. Его гениальность или все же его лень. Но именно последнее качество спасло пианиста от расстрела. Первые три года Святослав Рихтер жил в Москве в квартире своего учителя Генриха Нейгауза. Спал под роялем. Но на учет так и не встал. То забывал, то просто ленился. Поэтому в 41-м году, когда московских немцев повсеместно стали арестовывать, о Рихтере никто даже не знал. Он не значился ни в одной адресной книге. Но однажды за ним все же пришли. В ноябре 1941 года был арестован любимый учитель Рихтера Генрих Нейгауз. А через несколько дней чекисты вернулись в его квартиру уже за Рихтером. Но в повестке было написано «Лихтеру явиться с вещами». А он тогда в ванной находился. Ему в ванну протянули эту повестку, и он ее вернул. Он сказал «Я не Лихтер и никуда не пойду». Чекисты ушли ни с чем, а Святослав срочно перебрался к друзьям. По страшному стечению обстоятельств в те же дни в Одессе будет арестован и расстрелян его отец Теофил Данилович. Он говорит «Я никогда не играл в Одессе». Почему? Как? Дико! Он не играл в Одессе. Ведь любой одессит, для него Одесса – это не город, это государство. Это планета в планете. И он не выступал. Почему? А потому что в его жизни была невероятная трагедия. В этом городе убили его отца как этнического немца. И он не мог приехать туда, где убили отца. Его расстреляли наши. Наши расстреляли НКВД перед тем, как сдать Одессу немцев. Рахом немец, значит, он ждет фашистов, чтобы придать свою социалистическую родину. Это было 26 августа, что ли. И Рихтер в этот день всегда оставался один, зажигал свечи, ставил музыку, или своего отца какие-то сочинения, или подходящие, как он читал. И он всегда вспоминал отца. После того, как немцы заняли Одессу, мать Рихтера вышла замуж за друга семьи, некоего Сергея Кондратьева, бывшего преподавателя консерватории, также немцев по национальности. А когда фашистские войска уходили из Одессы, новоисмеченные супруги сбежали вместе с ними в Германию. Сам Рихтер, учившийся в это время в Москве, ничего не знал. Все военные годы он жил ожиданием встречи с матерью. Анна Павловна была для него не только лучшим другом и советчиком, но и нравственным ориентиром. Поэтому известие о поступке матери стало для него сокрушительным. В 44-м году освободили Одессу. И Рихтер должен был увидеться с матерью. Она должна была приехать в Москву. И вдруг нет известий. И поехал общий знакомый в Одессу. И когда он вернулся, то он рассказал Рихтеру в Тбилиси, это случилось, они встретились на его гастроли, о том, что Анна Павловна ушла вместе с немцем. И когда Рихтер приехал уже в Москву, вышел из вагона и выпал просто. На нем не было лица. Жизнь была ужасная, конечно, потому что отец был репрессирован. Мать ушла с немцами. Он не мог с ней открыто общаться. Встреча с матерью состоялась через много лет, когда благодаря усилиям министра культуры Екатерины Фурцевой и кинозвезды Любови Орловой музыканты, наконец, выпустили за границу. Они встретились на новой родине Анны Павловны в Германии. Но общение, увы, не получилось. «Мамы больше нет», — говорил Рихтер своим близким. «Только маска. Мы только поцеловались и все». Но когда Анна Павловна тяжело заболела, Рихтер сделал для нее что мог. Когда Анна Павловна заболела, Рихтер, один из своих гонораров заграничных, отдал ей на лечение. Был скандал, но никакого последствия, к счастью, для него это не имело. О том, что его Анны Павловны больше нет, Рихтеру сообщили перед его выходом на сцену в Вене. Новый муж матери, тот самый Кондратьев. Человек, которого Святослав Теофилович ненавидел всей душой и считал причиной всех бед его семьи. Правда, он был уже не Кондратьев, а Рихтер. Мать Святослава дала согласие на то, чтобы муж носил их семейную фамилию. Друзьям пианист рассказывал, что очень злился, когда Кондратьева считали его отцом. Но что на самом деле чувствовал Рихтер, навсегда останется загадкой. Он ни с кем не делился своей болью. Но это стало самой страшной катастрофой, пережить которую пианист так и не смог. У меня не может быть семьи, решил он для себя. Только искусство. Именно тогда Рихтер решил отречься от всех обычных радостей. Семьи, друзей, детей. Чтобы ничего не мешало творить. У него даже учеников не было. Он не хотел тратить время ни на что, кроме творчества. Не хотел, не умел, не стремился. Но он даже говорил про Нейгауза, что Нейгауз так много всего себя отдал ученикам. И поэтому, как исполнитель, он не целиком реализовался. Техника у него была фантастическая. Пальчики-то бегали побыстрее, чем у многих-многих других пианистов. Тут такой дурацкий книгод вспоминается, когда вор-карманник смотрел телевизор, и там Рихтер играет. Он смотрит, смотрит, какое-то техническое произведение играет. И вор смотрит на него и говорит, ой, какие пальцы, какие беглые пальцы. И такой ерундой занимается. Музыка была для Рихтера всем. Но служить ей он предпочитал тихо, без лишних оваций. И даже те концерты, которые считались удачными, сам очень критиковал. И ненавидел все то, что, казалось бы, должно нравиться артисту. Цветы, комплименты, обожание поклонников. Я видела, как ему целуют руки, да. Вот, но надергивал руки, но тем не менее пытались. Его всегда убивало буквально, когда начиналось какое-то идолопоклонство. И когда приходили к нему даже друзья, знаменитые актеры, и становились на колени, Рихтер потом рассказывал в ВИПе своей, что, ты знаешь, мне захотелось визжать просто от страха. Я тоже становился на колени. Если он был недоволен своей игрой на концерте, он играл очень много бисов. Очень много играл на бис. А если он был доволен своей, максимум один-два. Больше он никогда не играл. Это его, так сказать, особенности. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотя публика, конечно, никакой это ничего не чувствует. И публика была очень рада, что он играет много сверхпрограммы. Рихтер очень тяжело переносил неудачи на сцене и критику, но переживал это всегда глубоко внутри. Может быть, потому что музыка была главным и единственным смыслом в его жизни. Кто-то мог найти отдушину в детях, внуках, компаниях, близких людей. Рихтер был, по сути, один. Один на один с музыкой. Ему никто и ничто не должно было мешать. К звуку и тишине он относился очень трепетно. Именно по этой причине ненавидел телефон. Считал его великим злом. Всякую технику не любил. И никогда не брал телефонную трубку. Ему звонили, договаривались, чтобы он играл. И он, если что-то, он говорил, позвоните Нине Львовне. Так что Нина Львовна в своих изящных, но крепких ручках, кулачках, держала всю рабочую, вообще всю жизнь. Он жил над этим. Говорили, что если он видел газету, у него портилось настроение на несколько дней. По этой же причине Риктор переехал из знаменитого дома композиторов на улице Неждановой, сегодня это Брюсов переулок, в другую квартиру на Большую Бронную. Ему ничего не должно было мешать. Ни один лишний звук. На Неждановой это был дом композитора. Поэтому со всех сторон разносились звуки. А Риктору это было очень, сами понимаете, некомфортно. Но в новой квартире были низкие потолки. Как быть? И вот его друзья, архитекторы, по согласованию с Моссоветом, очень много было работ, много было всего. Они вот там, где зал у него, они подняли потолок. Это был верхний этаж. Отрекаясь от всего, что мешало ему заниматься музыкой, Риктор хотел, чтобы его запомнили на века. Но в то же время понимал, от него вряд ли что-то останется потомком. Такова участь исполнителя. Его произведения живы, пока он их играет. А потом, он же не композитор. Хотя в юности сочинил пару произведений, но почти ничего из написанного им не сохранилось. Поэтому Риктор пытался найти себя не только в музыке. Уже будучи признанным пианистом, в 37 лет Риктор попытался сменить профессию. Это был настоящий бунт. Поначалу он решил дирижировать. Но на первой же репетиции стало понятно – будет трудно. У Риктора мало что получалось. Он опаздывал, оркестр не звучал, все разваливалось. Как вспоминал потом сам Риктор, на концерте 18 февраля зал был набит битком. Он страшно волновался. А когда вышел на сцену, похолодел. Нет рояля. Куда идти? И споткнулся о подиум. Залахнул. Но от этого неловкого шага страх вдруг пропал. То выступление имело большой успех. Но уже через несколько дней после концерта Риктор сказал своим друзьям, что больше в руки не возьмет дирижерскую палочку. А все из-за разговоров о том, что известный пианист взялся не за свое дело. Риктор был прирожденным пианистом. В отличие от отца, который панически боялся публичных выступлений, еще в подростковом возрасте Святослав Теофилович начал выступать на концертах. А уже в 15 лет стал аккомпаниатором в Одесской филармонии. Когда Риктору исполнилось 17 лет, состоялся его первый сольный концерт в Одесском доме инженеров. А всего через год талантливый музыкант был приглашен в Одесский оперный театр на должность концертмейстера. Любимое место Святослава Теофиловича – оркестровая яма. Его мечта – пульт дирижерский, который здесь. Кроме того, здесь масса спектаклей была просмотрена именно с оркестровой ямой Святослава Теофиловича. Именно здесь, в оркестровой яме, вкладывалась детство и юность Святослава Теофиловича. Ну, а отец, естественно, вот здесь органные есть хоры, и отец был органистром. Теофил Данилович здесь играл. И потом рассказывали, что были замечательные концерты. Тут есть произведения Моцарта, Хайдена, Бетхобена. В 1952 году у Рихтера будет еще одна попытка открыть для себя новую грань к творчеству. Известный советский режиссер Григорий Александров предложил ему сыграть в фильме «Композитор Глинка» роль другого композитора Ференса Листа. Он хочет сделать нам сюрприз. Музыкант охотно согласился. Он с детства обожал кино. Называл себе киносумасшедшим мальчиком. АПЛОДИСМЕНТЫ Глинка. Просто он человек театра. Так начиналась его молодость. Вот здесь есть его фотографии в цилиндре и прочее. Но это он в какой-то роли, понимаете? Он у себя дома устраивал непрерывно, всякого рода там, ну, на Рождество, прочее, всякие праздники. Ради этих съемок Рихтер отменил все концерты. Компания у него подобралась замечательная. Любовь Орлова, Рина Зеленая. Уж не война ли, куча? Георгий Витсон. После выхода на экраны фильм приняли на ура. Но разговоры о том, что Рихтер занимается не своим делом, все-таки возникали. Публика недоумевала. Зачем он это делает? То дирижирует оркестром, то в кино снимается. Ранимому и эмоциональному Рихтеру этого оказалось достаточно, чтобы больше ничем другим, кроме музыки, он не занимался. И это стало для него еще одной трагедией. Он знал, что мог бы оставить после себя гораздо больше. Он мечтал, чтобы его произведения ставили в театрах, играли на сцене. Он думал, что именно так останется в памяти людей. Но не случилось. Видно, ему на роду было написано играть на сцене. Но молча, без слов. Одной, большой, израненной душой. Он говорил, я величайший из всех вторых композиторов. Из композиторов второго ряда. Таким образом, Рихтер мог быть величайшим композитором второго ряда. Величайшим художником второго ряда. Поэтому, я думаю, рихтерские и все остальные виды творчества, они ушли в тень. Я утром проснулась, думаю, что такой приятный был этот ряда. Я познакомилась с таким вот молодым человеком, как будто я его давным-давно знала. С Верой Прохоровой Святослав Риктер познакомился, только-только приехав в Москву из Одессы. Она была дочерью последнего владельца трехгорной мануфактуры. Ей было 19 лет, когда они встретились у общих знакомых. Пришла довольно поздно. Позвонила, и мне открывает дверь какой-то молодой человек, очень славный. Просто какой-то курточки. Такой, знаешь, такой рубчатый бархат. Говорит, ну, входите, входите. Я говорю, боже мой, на громоздение шуб. Потому что холодные декабрьские вечи и шубы все сложены в какую-то кучу. Ну, молодой человек очень нежели помогает мне снять шубу и, значит, кладет ее на эту грубу. Тут же я поворачиваюсь как-то, и вся груда шуб валится, шапки, шашлы, какие-то шубы, пальто. Все это валится на голову. Ну, страшно весело оба это привели, оба хохотали. В 42-м году после несостоявшегося ареста именно у Веры найдет убежище Риктер. Только так он сбежит неминуемой гибели. Вот эти окна на первом этаже, это и были окна коммуналки, в которой жила Вера Ивановна вместе с матерью и с братом. Риктер пришел сюда, и вот всю войну он прожил вот здесь, у Веры Ивановны. В этом доме вспыхнул роман между Верой и Святославом. Чувства девушки были настолько сильными, что мать Вера перед своей смертью благословила их на брак. Но Святослав встретил красавицу Дерлиак, яркую, талантливую, обворожительную, и влюбился. О романе Риктера с Дерлиак Вера Прохорова узнала самое последнее. Риктер не хотел ее ранить, но нашептали друзья. Как-то Вера Ивановна пришла в консерваторию с талонами в очередной раз. И вдруг кто-то из служителей консерватории говорит, да, плохо вы за Риктером смотрите. На него уже Нина Львовна Дерлиак нацелилась. И Вера Ивановна удивилась, как она нацелилась. У Нина Львовна была старше Риктера. Как она, что могла быть? И Вера Ивановна сказала, Свет, что-то говорят про тебя и Нину, это правда? И Риктер сказал, да, это правда. И Вера Ивановна сказала, да, все. Что все? Ну все, тогда между нами все кончено. Но даже после этого Риктер не перестал общаться с Прохоровой. Он так и остался верен дружбе с ней. А она его любила до конца своих дней. С 75 лет была верна этому чувству. Ни мужа, ни детей у нее в жизни так и не было. Как-то я пришел к ней домой. И в этот момент в комнату вошла ее внучатая племянница. У нее не было своих детей, она воспитывала племянника. И вот его дочь, когда вошла в комнату, она сказала, о Риктере пишите, да? Так немножко строго. Сказал, да. А вы знаете, что он сломал жизнь моей бабушки? Что она никого больше в жизни не любила. И самая большая ценность в ее жизни – это чемодан с открытками, который лежит у нее под кроватью. Она никого больше не была способна любить. И даже, не знаю, насколько уместно тут сравнение, она говорила, что она очень дружила, например, с Юрием Нагибиным. Но она даже говорила, Юрку я люблю. Но это люблю, это было не то, означало не то, что было в отношении к Риктеру. И так она могла любить очень многих, а но так, как Риктера, вот, не могла. И так она никогда больше никого не полюбила. В 1951 году Веру Прохорову отправили в лагерь по печально известной 58-й статье «Измена Родины». Она была переводчиком, много общалась с иностранцами. Вот кто-то из завистников и написал на нее донос. Там, в лагере, она познакомилась с Майей Улановской. Когда отца обвинили в шпионаже, ее, как дочь врага народа, тоже посадили. Майя впервые дает интервью для телевидения. И вот я ее увидела, высокого роста, так хромая на обе ноги, обморозила в этапе. А глаза из-под нахлобученной мужской теплой шапки-ушанки глядели задумчиво и отвлеченно. Вот это такое было для меня такое яркое впечатление. На тот момент Вере Прохоровой ничего не могло помочь. Даже дружба со знаменитым Рихтером. Но музыкант был в числе тех, кто написал письмо в защиту Веры Иваны. И в 56-м году ее освободили. Рихтер фигурировал даже в истории ее ареста. Он говорил, он тебя посадит. Говорил он по поводу этого человека, который оказался провокатором. Он просто вот возникал иногда просто в каком-то рассказе о другом. Но о чем-то очень трепетном, так сказать. Естественным образом, как человек, которому ее судьба не безразлична. Не была безразлична, вероятно, никогда. Вера Прохорова пережила Святослава Рихтера на 16 лет. Она ушла из жизни в конце 2013 года. В 97-м году, в августе, когда Рихтера не стало, Вере Иваны позвонили и сказали, что сейчас выбирает ему могилу на Новодевичьем, а на Бронной, в квартире, никого нет. Нет, имеется в виду, ни на Львову Андерляк. Идите и прощайтесь. Когда она пришла, было много людей каких-то в квартире, но все увидев, пропустили Веру Ивановну в комнату, где лежал Святослав Теофилович. И когда она сказала, он лежал, он был такой спокойный, казалось, что он спал. Окна выходили на Кремль, и Вера Ивановна смотрела на лицо своего любимого Рихтера и говорила, мальчик, что же ты сделал? Что же ты наделал? Как же буду теперь я? Много поздравительных писем и телеграм получил знаменитый советский пианист Святослав Рихтер в день, когда ему была присуждена Ленинская премия за концертно-исполнительскую деятельность. Святослав Рихтер никогда не был антисоветчиком, хотя не терпел несправедливости. Он не подписал ни одного письма против деятелей искусства или литературы, того же Солженицына или Пастернака. Может, поэтому он и был постоянно под присмотром свыше. Следить перестали только после того, как Рихтер сыграл на похоронах Сталина. С юга откуда изберись, что ли, его вместе с цветами, свинками привезли, поставили. И когда там рояль без ножки или ножка была, шаталась, он стал подкладывать ноты, тут же к нему бросились, думали, что он хочет взорвать товарища Сталина. На похоронах вождя Рихтер играл известный траурный марш Шопена. Шопен был любимым композитором Рихтера. Но после того исполнения у него осталось удручающее ощущение. Он любил свою страну, но простить того, что при Сталине расстреляли его отца, не мог. Позже он скажет, «Мне там все было противно. Потом даже хотелось душу принять». После смерти Сталина Рихтера, которому было 46 лет, впервые выпустили в большое заграничное турне. На родине он уже собирал огромные залы, а в других странах о нем ходили только мифы. Его первые концерты за рубежом прошли с огромным успехом. В Финляндии, США, Канаде, Франции везде ему рукоплескала восторженная публика. Он же был очень знаменит за рубежом. Вот это как раз, между прочим, афиша Туринского фестиваля в Туре. Это был его фестиваль, был очень уважаем во Франции. И он увидел там старинное здание огромное, 13 века, деревянное. Это был амбар для зерна, хранение для зерна. Там был даже пол земляной. Ставили стулья, ну, был помост, и туда приезжали крупнейшие музыканты мира. И там была одна трогательная деталь. На стропилах там совы жили. И когда играли музыку, иногда время от времени мы слышали, как они тихо вздыхают, так, ух, вот, и никому это не мешало. На гастролях пианиста атаковали журналисты. И больше всего их интересовал вопрос, не хочет ли он перебраться на свою родину в Германию. На что Рихтер с искренним удивлением отвечал, моя родина СССР, другой у меня нет. Он любил Россию очень. И никогда у него не были такие мысли, чтобы уехать. Потому что тогда уехать, значит, без возврата. Калужская область. Дом на Оке. Здесь ничего не могло отвлечь Святослава Рихтера от творчества. Он выкупил пустовавший домик у местного пароходства в начале 50-х. И поселился в нем со своим маленьким кабинетным роялем. Здесь, на этом месте, стояла маленькая избушка Бакинщика. Он ее купил у Олексинского пароходства. И пока сам дом строился, он жил в этой избушке Бакинщика вот здесь, рядышком. Избушка 3х3, крохотная, но туда поставили рояль. И он вот в этой мини-домике подготовил 7 музыкальных программ для своего первого американского турне. То есть это колоссальное количество музыкальных произведений. И он сказал, что именно потому что это происходило здесь, потому что вот эта энергетика, это все, ему позволило вот эти программы осуществить. Со временем рядом с избушкой был выстроен дом на Оке, необычный по архитектуре и очень скромный. Этот дом – крепость, но это был его проект личный. Это так, как он его видел. Почему он высокий? Потому что, когда заходишь на самый верх и выходишь на балкон, открываются потрясающие виды на ту, на тот берег Оки. Ощущение того, что ты паришь. Поэтому ему вообще он любил виды сверху. Так же вот как и его квартира располагается на Большой Бронной, она располагается на 16 этаже. Оттуда тоже открываются очень красивые виды. Вот поэтому я думаю, что ему в принципе нравились такие открытые пространства. В доме не было никогда ни отопления, ни канализации, ни электричества. И дом был своего рода испушкой в лесу. Здесь Риктор вел практически монашеский образ жизни. Ничто его не отвлекало снаружи, и ничто не привлекало его внимание. И здесь, конечно, при Святославе Теофиловиче была не эта кровать, не эти перила. Но простота, которой был обставлен этот дом, она была примерно такая. Он никогда не любил каких-то изысканных вещей в плане дорогих кроватей, дорогих стульев. Всего должно было быть минимально. Просто достаточно. Это же укладывается в историю с электричеством. Нужно с солнцем ложиться, с солнцем вставать. Вот какая была его, так скажем, философия проживания в этом доме. Поэтому не нужно было ни электричества, ни водопровод. Рядом есть ручей, из которого можно набирать воду и пить. С солнцем встаешь, солнцем ложишься, не нужно электричество. Зато можно заниматься. Он был полностью удален от людей. И даже когда к нему приезжали гости, ну, поскольку здесь поместить им было некогда, снимали комнатку в деревне недалеко. Я оставался там ночевать. Я сделал очень хитро. Я с собой привез палатку такую туристическую. И недалеке, чтобы не ходить в деревню, поставил палатку и там ночевал. Дом на Оке сильно отличался от всех московских жилищ Рихтера. Здесь он не устраивал спектаклей и вечеринок. Это было совсем не светское место. Тихое, не замусоренное суетой. И вот это, знаете, вот когда он играл, особенно когда ясное небо, когда солнечный день, кругом лес, рядом река просторы. И идут божественные звуки музыки. Это не передать. Не передать. Это ни в каком фильме не снять. Позже этот дом перешел в распоряжение фонда Святослава Рихтера. И с тех пор здесь проводят ежегодные музыкальные фестивали молодых исполнителей. В конце жизни Рихтер все чаще жил за границей. Там он проходил лечение. У музыканта начались серьезные проблемы со здоровьем. Я не знаю, жаловался он на сердце или нет, но последние годы его мучила депрессия. Может быть, и это сказалось. Я помню, Нина Львовна жаловалась. Ну, не жаловалась, а его очень мучает депрессия. А депрессия – это такая вещь, которая может разрушить организм совсем. Перед самой смертью Рихтер вернулся в Москву. Он сказал, да-да-да, вы сейчас придете в Москву. Да, конечно, мы не будем снимать. Я сказал, тогда майство, может быть, к концу августа. И он сказал, поздновато. И это было… это меня очень возмущало, потому что что, как он… Его интерпретация того, что я принадлежу в августе поздновато, это значит, что он чувствует, что он сейчас умирающий. И он, наверное, это почувствовал… Это был человек, который был очень чувствительный. И он на меня, ну, улыбнулся и сказал, ну, потому что можно быть концертами. Это было очаровательно. И тогда я ему сказал, ну, начнем с Чемков четвертого. Он согласился, я сказал, отлично. И, конечно, 1 августа он умер. Сердце великого пианиста перестало биться 1 августа 1997 года. Супруга Святослава Теопиловича, Нина Львовна Терляк, позвонила мне, когда случилось вот то, что случилось. Он ушел в другой мир. Она сказала, Ирина Александровна, я бы хотела, чтобы прощание прошло в вашем музее. И вот именно здесь, перед Фрайбургскими воротами, был поставлен, вот, сделан постамент. Стоял его гроб с телом. И люди шли вот через итальянский дворик, стояли долго, потом выходили. Было огромное количество людей. Но пожелание Нина Львовна, она сказала, что это пожелание Святослава Теопиловича. Никто не произносил никаких речей. Музыка звучала, играли музыканты, вот, но речей не было. Это была строгая, простая и очень волнующая всех процедура. За год до смерти, во время очередной поездки Рихтера во Францию, его друг, скрипач и режиссер Бруно Монсенджон снял о нем документальный фильм «Рихтер. Непокоренный». Я был, с одной стороны, конечно, очень доволен, и была такая фигура и такая, как это сказать, невинность. Он был очень мощный, естественно, ну, почти как ребенок в его наивности. Но иногда были такие моменты, которые без камеры не работают. Вот, допустим, он мне сказал однажды, вы знаете, у нас такой режиссер Кончаловский. Он сказал про меня, он написал про меня, что я очень недоволен, потому что мои руки, мои пальцы настолько большие, что я не могу различать белых от черных клавиш, потому что они как колбасы, мои пальцы. Пианист ненавидел давать интервью, и этот фильм стал единственным отснятым монологом Рихтера. За два с половиной часа он довольно спокойно рассказал о главных событиях своей непростой жизни. Но в финале его голос прозвучал трагически. Я себе не нравлюсь, сказал Рихтер. Возможно, это недовольство собой было связано с его сомнениями. Что он оставит после себя? Таков удел всех исполнителей. Их помнят, пока есть современники, а что потом? Ни произведений, ни учеников. Да, есть записи концертов, но это было явно не то, о чем мечтал Рихтер. Тогда ради чего были такие жертвы, отречения от всех и всего? Кто знает, может быть, это была его расплата за гениальность. Таково. 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 Продолжение следует...